Чтобы год прошел гладко, нужно приклеить стикер с пожеланиями на подол чучело масленицы, главного символа праздника. Заветное желание сгорит и обязательно сбудется. Но пока масленицу не сожгли, можно и в конкурсах поучаствовать. И бой мешками на бревне, и перетягивание каната, и отжимание гирями. Это то, что касается интерактивных площадок, еще много-много можно перечислять. Но на сцене традиционные состязания на силушку богатырскую, выносливость для мужчин, для женщин и, конечно же, для детей. На масленичные гуляния в парк спорта пришло больше пяти тысяч человек. С радостью выходили на сцену плести косы одной рукой, петь, танцевать и мериться силой. А в это время дети устроили свой конкурс на самого лучшего снеговика. Здесь все красочно, люди, народ, блины. Без этого никак. Я участвовала сегодня на канате. С мужчинами тягаться было сложно, я долезла до конца. Естественно, не выиграла, но самое главное – участие. Почему масленица? Все-таки у нас выделяется из многих праздников. Может быть, потому что это уже обычай по традиции, потому что очень продуктивно и весело. Мне кажется, из-за этого все люди приходят, чтобы получить кучу эмоций, и чтобы это потом запомнилось. В финале неизменная традиция. Чучело масленицы сжигают, знаменуя приход весны. Парк спорта шумно и весело прощается зимой уже в третий раз. И точно не последний. Масленица – излюбленный праздник горожан. А это значит, они придут на площади в следующем году.